МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпании Убницк ТВ. Новости в студии Дарья Человекова. Вот о чем мы расскажем сегодня. Колыбель атомной энергетики. В канун дня города Убницка вспоминаем его историю. Трагедия на бытовой почве. Следователи расследуют гибель мужчины, который незадолго до смерти поссорился с женой. Неусыпный надзор. В Наукограде станет больше современных видеокамер уличного наблюдения. А теперь расскажем подробнее о наиболее заметных событиях города и региона. 18 июля в подмосковном городе Жуковский начал работу Международный авиационно-космический салон МАКС-2017. Этот крупнейший форум мирового значения проводится под патронажем президента Российской Федерации Владимира Путина. В течение шести дней на площадках салона будут продемонстрированы последние научные и производственные достижения авиационно-космического комплекса России, опытные образцы летательных аппаратов и боевых комплексов, экспериментальные установки. В этом году участниками мероприятия стали более 700 отечественных компаний, в числе которых Убнинское научно-производственное предприятие технологии имени Ромашина, а также свыше 180 иностранных представительств из 36 стран мира. В Убнинске в ближайшие дни увеличится количество видеокамер уличного наблюдения. Модернизации требуют оборудование, которым оснащены территории на основных въездах в город. Первые видеокамеры слежения на улицах города появились ровно 10 лет назад. Их число будет возрастать, утверждает моя коллега Екатерина Замахина. Передаю ей слово. В целях безопасности жителей Наукограда сегодня работают более 70 камер уличного видеонаблюдения. И это без учета локальных систем слежения, которыми себя обеспечивают магазины, детские сады и школы. Оборудование размещено как на зданиях и опорах освещения, так и на балконах Федоровской метеомачты. Кадры, заснятые этими неприметными видеоглазками, уже не раз помогали полицейским внести ясность в процесс расследования преступлений. За прошлый год мы полиции предоставили информацию 135 раз. Было обращение, и мы предоставляли эту информацию. Конечно, на сегодняшний момент расследование преступлений без видеокартинок, которые предоставляют информацию по всему городу, конечно, это затрудняет. Камеры слежения встречают и провожают автомобилистов на всех выездах из города. Как раз здесь, в районе так называемого БАМа, а также городского вокзала и микрорайона Белкино, в этом году будет проведена модернизация видеоаппаратуры. Устаревшее за 10 лет оборудование заменят на современное. Появится 12 камер. 12 камер, причем камеры будут и обзорные, помимо того, что камера будет смотреть на полосу, регистрировать номер входящей машины и выезжающей, въезжающей и выезжающей из города. Ну, еще и будут обзорные камеры, которые позволят общую картинку, динамику всего движения на том или ином въезде города. Высокое разрешение, еще полдела. Главное, чтобы архивные кадры подольше оставались на сервере. Над увеличением его мощности сейчас тоже работает городское управление гражданской обороны. Сроки хранения обещают увеличить еще на 20 дней. Расти будет и количество видеокамер на улицах Наукограда. О планах по оснащению ими дорожных перекрестков в понедельник высказался глава Обнинской администрации Владислав Шапша. Расплан подтвержден. Точки мы согласовали, где эти объекты должны появиться. Нужно планомерно вести работу, потому что мы могли запланировать бюджет и установить в следующем году эти две кадры. В этом году необходимые подготовительные мероприятия надо провести. Проектирование, понять, откуда там будет питание подаваться, где будут сети, коммуникации подводиться и в следующем году сделать заказ. Екатерина Замахина, Сергей Макрецов, Обнинск ТВ. О событиях, пополнивших хронику происшествий минувших суток, расскажем прямо сейчас. 18 июля в 9 часов утра в дежурную часть Наукограда поступило тревожное сообщение от жильцов многоэтажного дома номер 164 на проспекте Ленина. В одном из подъездов появился неприятный запах и соседи забеспокоились, что он может исходить из квартиры мужчины, которого не видели уже длительное время. На место прибыли все оперативные службы города. Сотрудники МЧС вскрыли дверь и обнаружили за кухонным столом бездыханное тело владельца жилища, без видимых признаков насильственной смерти. Медики констатировали смерть 53-летнего Обнинца. Причины будут установлены по результатам вскрытия. Приблизительно в это же время поступило еще одно сообщение об обнаружении трупа. Местом трагедии стало общежитие, расположенное на проспекте Ленина. На место происшествия незамедлительно выехала следственная оперативная группа в составе следователя Следственного комитета и сотрудников полиции. Прибыв на место происшествия, было установлено, что мужчина 1986 года рождения, уроженец иностранного государства, после семейной ссоры на фоне личных переживаний совершил суицид. Мертвого мужчину по месту проживания обнаружили его коллеги по работе, обеспокоенные тем, что он не вышел на работу. Они и сообщили о происшествии в полицию. В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех деталей данного происшествия. Во второй половине дня около 17.00 в одном из дворов, расположенных на улице Мира, произошло дорожно-транспортное происшествие. Грузовой автомобиль марки «Хюндай» совершал маневр разворота и не заметил припаркованную рядом легковушку такой же марки. В результате столкновения машины повреждены несущественно. Похожая авария произошла и во дворе дома по адресу улицы Калужская, дом 1. По предварительным данным, водитель «Хонды» при попытке припарковаться задел рядом стоящий автомобиль марки «Пежо». Серьезная авария, в которой столкнулись две иномарки, произошла на 91-м километре Варшавского шоссе в 17.45. Вот что нам рассказал один из участников этого происшествия, владелец автомобиля марки «Сузуки». Двигался в сторону Малой Ярославцы. За 15 метров до перекрестка включил левый поворот, для того, чтобы развернуться в сторону Москвы. Включил левый поворот, посмотрел на встречные полосы движения, начал совершать маневр, в это время транспортное средство, которое ехало по встречной полосе, врезалось в меня. Судя по всему, «Форд» двигался в том же направлении, и, несмотря на сплошную линию, начал маневр обгона, где совершил столкновение с «Сузуки». От удара у иномарки японского производства оторвалось колесо, а «Универсал» вылетел в квет, где врезался в дерево. К всему общему удивлению, водители иномарок остались живы. К счастью, пассажиров в их машинах не было. Владельцев «Форда» сотрудники скорой медицинской помощи доставили в ближайшую больницу, где диагностировали у мужчины лишь ссадины и ушибы мягких тканей. В деталях данного ДТП предстоит разобраться с сотрудником госавтоинспекции. Дарья Человекова, Николай Подлепалин, телекомпания «Обнинск-ТВ». Совсем скоро мы отметим 61-ю годовщину присвоения «Обнинску» статуса города. История молодого наукограда, пусть небольшая, но крайне интересная. Каждое десятилетие летописи «Обнинска» наполнено научными открытиями и достижениями в самых разных областях. Когда появился закрытый город, в котором была построена первая в мире АЭС, и как он развивался дальше, ответы на эти вопросы лучше всех знает научный сотрудник Музея истории «Обнинска» Елена Ромодина. Мы с вами находимся в музейных залах, рассказывающих об истории города «Обнинска». Первый наукоград России, родина первой в мире атон электростанции, это об Обнинске. Наукоград. Это значит, в городе работает не один, не два, не три, а целых 11 научно-исследовательских институтов. Физики, химики, медики, биологи, метеорологи и сейсмологи проводят в Обнинских НИИ свои научные исследования. Символом города стала первая в мире атомная электростанция и 315-метровая высотная метеорологическая мачта. Долгие годы Обнинская метеомачта была самой высокой в Европе. Поверьте, Эйферил башня в то время была чуточку ниже. А началась история Обнинска в далеком, послевоенном 1946 году, когда на станцию Обнинская приехали первые ученые для организации секретной лаборатории В. Лаборатория стояла в густом лесу, огороженная зеленым забором с тремя рядами колючей проволоки. Шлагбаум преграждал путь на объект. В будке стоял часовой. Стой, кто идет? И мышь не проскочит, и птица не пролетит. Чтобы попасть на секретный объект, необходимо предъявить пропуск. А там в зоне смотрится плаката на всех строгая женщина в красной косынке, предупреждая не болтать, строго охраняли на объекте государственные секреты. Работали в секретной лаборатории крупные ученые-ядерщики и талантливые выпускники лучших вузов страны. Формировался уникальный коллектив с высоким творческим потенциалом. Так создавалось городское сообщество Обнинска. Велись работы по ядерной физике и ядерным реакторам. Создавались реакторы для крупных атомных электростанций, для скоростных подводных лодок и искусственных спутников Земли. Жили ученые в небольшом поселке, в домах, украшенных фронтонами, пилястрами, лепниной. Сталинский неоклассицизм. Уютный абажур освещал комнату с простой мебелью и множеством книг, которые стояли на полках, этажерках. Первый советский телевизор КВН с линзой он собирал вокруг себя многочисленных соседей. А рифмоветр Феликс с легкостью справлялся с труднейшими математическими задачами. И, конечно же, каждый обнинский ученый заядлый турист и отличный спортсмен. За три с половиной года сотрудники секретной лаборатории выполнили сложнейшую научно-техническую задачу. В Обнинске заработала первая в мире атомная электростанция. Триумф! Электрический ток был получен за счет деления ядер урана. Спустя год в Женеве собрались на международную конференцию ученые. Там известный обнинский физик Дмитрий Иванович Блохинцев выступил с докладом о конструкции и работе атомной электростанции. Стоя рукоплескали обнинскому физику ученые всего мира. С годами рядом с секретной лабораторией встали еще 10 научно-исследовательских институтов, в которые приезжали научные сотрудники различного профиля. В основном это была молодежь в возрасте чуть старше 20 лет. Гости города удивлялись молодости и оптимизму жителей Обнинска. Каков вклад Обнинска в мировую науку? Это уникальные реакторы-размножители будущей ядерной энергетики. Это космический самолет «Буран», облицованный Обнинской теплозащитной плиткой. Метеорологические приборы и ракеты. Климат Земли подвластен обнинским метеорологам. Слушает пульс планеты Обнинская геофизическая обсерватория, расположенная на глубине 30 метров. Обнинские ученые рассчитали последствия глобальной ядерной катастрофы. Люди предопределяли человечество. В ядерной войне победителей не будет. Профессора, академики, лауреаты Нобелевской премии живут в Обнинске. Хотите узнать подробности? Приезжайте в Музей истории города Обнинска. Я проведу вас по залам и расскажу интереснейшие истории про первый наукоград России. О том, какие сюрпризы приготовили организаторы Дня города для посетителей Обнинского парка, расскажет Яна Гончаренко. Совсем скоро Обнинск отмечит 61 год с момента своего основания. Главные праздничные мероприятия в честь Дня рождения города состоятся в субботу, 29 июля. Горожан и гостей праздника, как и всегда, ждет большая насыщенная праздничная программа, которую по традиции завершит красочный салют. А уже в эти выходные городской парк проведет интересные развлекательные мероприятия, приуроченные ко дню города. Начинаем мы с 22 июля, это суббота, литературно-поэтическим вечером. Автором сценария, автором этого проекта является почетный гражданин города Добнинска Нинель Михайловна Ипатова. И субботний вечер у нас в парке заканчивается традиционными уже танцевальными, ну как батлами, не батлами, но танцевальный вечер. И он пройдет под названием «Для тех, кто не считает года». А 23 июля в городском парке пройдет мультигавайская вечеринка. Какие мероприятия ждать обнинцам в день города? С самого утра горожан ждут занятия по восточным танцам, зумби, увлекательное химическое шоу. Все площадки городского парка будут задействованы, и я думаю, что все, кто придет к парку, найдут себе интересное дело. Опять же в парке новые антракционы, в парке можно попробовать разных вкусных вещей, то есть это яблоки в карамели, вафли и мороженое необыкновенное, так что добро пожаловать. В день города в парке пройдет концерт-кавер-группы «Аритмия», полюбившийся фестиваль красок холли, различные мастер-классы, игры в бадминтон и настольный теннис. Яна Гончаренко, Алексей Резвых, Обнинск ТВ. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Очередной выпуск новостей выйдет на телеканале Обнинск ТВ завтра, как обычно, в 19 часов. Нашу программу можно увидеть и на интернет-сайте телекомпании, а также на наших страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!